Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон Эс, и сегодня у нас просто кошмарный шрифт. Ну, правда, сегодня у нас какой-то трэш. Поговорим про ориентацию Медведева и людей около него. Ох, вот это интересно! Это слив, просто сегодня пташка за пташкой летит. Поговорим про то, как Богомолов изменяет Собчак. Поговорим про то, что у Собчак, возможно, есть, скорее всего, есть американский паспорт. Поговорим про то, что у Бони никогда не будет монахского вида на жительство. И у меня есть все доказательства. Поговорим про днищенскую Олежку Майами и его ЛГБТ-наклонности, ребятушки. Поэтому схватили, дорогие мои, свой стакан от болезняга до краев наполненный кофе. Нам больше всего не обсудить. Кстати, дорогие мои, дамы и господа сплетники, кто не знает, у меня есть мой основной канал. Гадание на картах, который с моей любимой мамой. Сегодня вышло вот это вот шикарнейшее гадание. Как я и обещал, может быть, персонаж не столь интересен, но гадание получилось просто сказочное. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть, кому интересно. И вчера вышло абсолютно неинтересно никому. Вложик. Я говорю про этот вложик. О моей жизни по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. На моем влоговом канале каждую пятницу выходят интересные вложики. Про Медведева, дорогие мои, про Медведева интересная история. Мне говорят, Антона поделись. Или он спит с Гагариной, или он вообще по мужикам, или вообще что происходит. Одно другому никогда никому не мешало. Особенно, если вы занимаете серьезный пост в гомофобном государстве. Если вы любите крепкие мужские баклажаны. Ну, что нет? И нашим, и вашим, и одно другому ничего не мешает, и ничего взаима не исключает. Пишет мне Пташка. Интересная Пташка из эскорта. Есть информация об окружении Медведева. Ценности семейные. Смешно услышать. И гей с бородой. Это давно прошлый век. Пишет мне эскортница. Сейчас я выбираю слова, чтобы неслить Пташку. До войны приезжал в Киев. Пишет мне девчонка, работающая в этом самом деле. До войны приезжал в Киев сынок одного из ближайших друзей. Медведева. Мужику лет 35-37. Закрывал вопросы бизнеса папой. Ему отправили девочку. Мужик этот сам из Питера. Так вот, через пару дней эта девочка просит встретиться. Она описывает свою подругу-эскортницу. Она тоже сама в эскорт, если так понять не будет. Значит, я не понимаю, что случилось, соглашаясь. Она показывает мне переписку с мужиком с этим. Там прямым текстом предложение приехать и жить в Питере. Хорошие деньги, работа няни. У этого поганца есть племянник. Мальчику на тот момент было 5 лет. Так работа заключалась в... Сейчас скажу так, выберу слова. Для того, чтобы она из этого пацана сделала мужика. Вы понимаете, о чем речь. Там были все детали. Он очень интересовался, в каком возрасте у парня начинает, значит, работать вся его система репродуктивная. И четко прописывал, что именно он хочет видеть. На вопрос девушки, понимает ли он, что может быть психологическая травма, тот поганец шутил, что нет здоровых людей. Девочка испугалась, думала, что это подстава. Когда началась война, эта девочка уехала в Польшу. Деньги быстро закончились, она писала всем о помощи. Написала и этому недомужику. Он дал ей номер своего друга из Варшавы. Тоже русский, из того же круга. Все сыновья друзей Медведева. Этот друг предложил ей такую же работу, но к своему собственному сыну. Мальчику было 6 лет. Девочка отказалась. Сейчас она в Канаде. Удачно устроила себе свое существование. У нее все хорошо. Знаю продолжение, так как скидывала деньги и покупки. На самом деле, как бы ужасно это не звучало, есть такой момент, да, это действительно такая история есть. И это исторически даже такие моменты практиковались, чтобы сделать из молодого несовершеннолетнего настоящего мужика в глазах не до папы, не до дяди. Вы понимаете, о чем речь, да? То есть вы понимаете, о чем речь? Мы говорим про вообще пацанов, которые в детсад ходят. В прямом понимании, ну или там первый класс. Такие истории, к сожалению, как бы сюрреалистично и безумно, они не звучали. Такое я слышал не первый раз. Поэтому, понимаете, ребят, когда ты слышишь такого толка шокирующей истории, тебя лично меня, вот лично меня не удивляет вообще ничто, ни под каким видом, потому что подобное я слышал, подобное я знаю, практикуют, делают из мужиков настоящих мужиков, которые будут, потом я не знаю, настоящим шеребцом, потому что весь мир у него в заднем кармашке дизайнерских джинсов, и это вроде как новая норма. Понимаете, ребят, я слышал вот в этих вот кругах, в серьезных кругах, мы говорим про серьезные круги, это люди, близкие к политике, или люди, близкие к... Или семейные с этими политиками. Вот такая вот история. Людям, которым можно абсолютно все. Люди, которые живут эту жизнь, лучшую жизнь, так как среднестатистический человек, даже с большими деньгами, жить не может, потому что люди живут над законом. Люди живут по собственным понятиям, и понятия эти сбитые, это сбитые ориентиры. Люди живут в реалиях, когда это норма, пацан должен вырастить настоящим пацаном, и не важно, что девчонка из эскорта будет делать из него настоящего мужика. Ребят, на эту тему анекдоты складываются, это правда, это правда. И потому, слушая про какие-то некие, возможные какие-то теоретические семейные ценности, смешно это все слушать, потому что это все чушь собачья. Интересно, потому что ваше мнение, я обожаю эскорт, я обожаю эскорт, потому что девчонки из эскорта и парни из эскорта, это самые интересные пташки, которые скидывают мне то, что скидывать нельзя. Вы понимаете, ребят, вот так еще, вот помню, вот в этом видео, по этой ссылке можете пройти, мы делали моно-выпуск про господина из группы Рамштант или Лендемана. И мне тогда скидывали не просто личные видео, его с девушками, мне скидывали, как выглядит номер в Питере, где он останавливался, мне скидывали, где каждая, в каком углу стоит камера, когда это все снимается. Мне скидывали запрещенку, которую они пользуют. Я обожаю эскорт, но это очень часто, вот те самые пташки, те самые мои любимые, дорогие пташки, которые я даже в фото не могу слить, потому что сразу все концы уйдут непосредственно к данному человеку, и человек, возможно, очень серьезно не поздоровится, потому что чем выше эскорт, тем больше ответственность, тем больше наказания, если этот человек будет слит. Шокирующе, кошмарное, сбитые ориентиры, сбитые приоритеты, сбитое, сбитое все, дорогие мои. Но вот имеем сейчас то, что имеем. Интересно, что ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Пишет мне еще одна пташка. Очень интересная пташка. Лови сплетню. Богомолов изменяет по жести Ксении Собчак со своей бывшей подругой Соней Синицыной. Соня Синицына это достаточно интересная дама, которая устраивала себе давно и упорно жизнь, и очень серьезно устраивала эту себе жизнь. Она жила тогда параллельно. Там была такая интересная ситуация. Мы здесь говорим про Богомолов, мы говорим про Павла Табакова, сына того самого Табакова, и мы говорим про Блаватника. Блаватник это серьезный дядя, очень серьезный дядя-миллиардер. Это были очень красивые отношения. Она получала от жизни все. Серьезные хаты, private jet, покупки, о которых мы мечтать здесь не можем. Блаватник гулял ее очень серьезно. На момент, когда она тогда залетела, была же серьезная история в этих самых... Это старенькая история, это 21-го года история, когда она делала генетическую экспертизу. Очень девочка надеялась, что ребенок от Блаватника, потому что таким образом... Это, конечно, Павел Табаков тоже не палкой делан, но это немножко не уровень Блаватника. Она очень надеялась, что ребенок будет от Блаватника, но не оказалось, что это у нас от Табакова. Девочка маленькая, назвали Мия, и с ним, значит, она и жила на тот еще момент. И вот теперь интересный момент про непосредственно измены с Богомоловым. Богомолов и Ксения Собчак. Долго говорил вчера с этой пташкой, интересная пташка была прям таки... Вот прям из первых таких кружочков. И я говорю, а вообще Ксения Собчак, она что? Она как вообще? Она это знает? Разобьет ли ей сердечко? Он говорит, довертеть хотела Богомолова Ксения Собчак на одном своем интересном месте. Ксения Собчак, у нее интересная история. Ее тянет к неказистам, такие, знаете, с виду мужичкам, когда она чувствует рядом с ними себя, ну, настоящий край. Вот она любит вот эту вот ситуацию контролировать. И Ксюша Собчак, вот я не знаю, знала, знает ли она, что сейчас, вот прямо сейчас, Богомолов спит со Софьей Синицыной. Вот это я не знаю. А Соня Синицыной льется все, как из ржавого ведра. Да? Интересная история. Вообще про Ксению Собчак и про вот эту вот всю историю, она, это интересная история. Сейчас я расскажу. Ксения Собчак у нас очень серьезно зависимый человек. Она сидит вот на всем на этом. И если для кого-то это серьезная новость, то для светской Москвы это совсем не серьезная новость, потому что люди все видели те самые дорожки-тропинки, которым прикасалась Ксения Собчак. Ксюша Собчак, она вообще не промах, очень агрессивный человек, может отлупить в прямом понимании слова свой обслуживающий персонал. Все, что стоит на столе, когда она выпивает шампанское, может полететь в лицо собственному ассистенту. И Ксюша глазами не моргнет. Интересный момент, дорогие мои. Ксения Собчак и ее паспорта. Вот это прям-таки интереснейшая тема, которая меня удивила, не удивила, но она меня поразила, да? У Ксении Собчак это сплетня. Мы здесь не говорим ничего, кроме как того, что это сплетня. Мы не гарантируем здесь ничего, и мы здесь не должны гарантировать, потому что у нас здесь канал сплетен, и мы здесь все это с огромной удовольствием сплетничаем. Не подразумевая, что мы должны что-то наказывать, но я всегда знаю историю, что нет дыма без огня. Все вы помните ту занимательную историю, что Ксюша Собчак до последнего упиралась, что у нее есть, что у нее нашли израильский паспорт. Она утверждала, что никакого израильского паспорта у нее нету. Это все происки поганых БК и прочее. И это все чушь собачья, что нет у нее никакого израильского паспорта. Потом, конечно, израильский паспорт, когда уже загнали в угол, этот самый израильский паспорт нарисовался. Она сказала, ну вот дай, и шо? И что тут такого, да? Крестится ли она, не крестится это самого Путина? Это хороший вопрос, да? Но вопрос здесь немножко в другом. Когда папочка-то отдавал Богу душу, Владимир Путин пообещал. Я не знаю, вот здесь важный момент. Неважно, крестный он ее, не крестный он ее, но он пообещал, что я буду той фигурой отца в ее жизни после вашего ухода, господин Собчак. И что бы ни было, я вашу дочь буду поддерживать. Вот такая вот была история. То есть там уже на данный момент, неважно, является он реальным крестным или нет, это абсолютно неважная и релевантная история. Именно поэтому, да, с Ксюшей Собчак все как с гуся вода, однозначно. И помните ту самую историю, когда с делом Чемезова Ксения Собчак пересекала литовскую, я хочу сказать, латышскую границу по своему любимому израильскому паспорту. Это все был цирк. Она не обязана была никогда уезжать, она не обязана была никуда сваливать. Это все была тонкая пиар-игра, потому что в итоге ей нужно было показать, что ей страшно. Она не чувствовала себя в безопасности в России, не то что в Москве, в России. И она такая же жертва, как и те реальные жертвы, ее пособники. Но рабочие, которые на нее работали, это пособники, не пособники. Им выдавалось указание Ксении Собчак, они это делают. И вот тот самый переход за границу, это была все пиар-акция. Это была пиар-акция, не нужно было ей уходить, нечего бояться Ксении Собчак. В России, в принципе, Россия это ее водчина, и у нее все под контролем. И никто даже косо не взглянет на госпожу Ксению Собчак. Вы знаете, что интересный момент? Мне говорит эта самая пташка. У Ксюши Собчак есть американский паспорт, не на ее имя. Вот такая вот история. Я говорю, подожди, а что за история с этим американским паспортом? Она мне говорит, эта самая пташка. А паспорт не на ее имя, но фотография ее, и паспорт американский. И я говорю, и как она с ним? Ну, она же публичный человек, как это вообще все путешествия по американскому паспорту получаются? А мне пташка говорит, понимаешь, когда она идет не через паблик-зону, то есть когда она летит не вот этим вот публичным самолетом, а когда речь идет о private jet, о частных. То есть, например, кто не знает, в Праге, да, для частных jet вообще отдельный, считай, терминал аэропорта, куда обыкновенный смертный попасть вообще в принципе не может. То есть, когда она летает частными бортами, она использует свой американский паспорт. И вот помните ту самую интересную свадьбу Вавилова и Делуа? Это была достаточно громкая свадьба, которая проходила в, хочу сказать, в Италии, да? Когда же, помните, мы вот в этом видео, по этой ссылочке вы можете пойти посмотреть ту самую фатальную ДТП, в котором была Ксения. Ее тогда все обвинили, хотя она сама была не за рулем. Но! И она тогда просила в то время буквально, можно ли изменить дату ее допроса в МВД по поводу того самого ДТП в Сочи, потому что она торопилась на свадьбу в Италии. И там как раз женился в третий раз миллиардер Андрей Вавилов и на этой своей красавице Делуа. И вот тогда здесь интересный вопрос организации Навального против коррупции, потому что вот они могут это все расследовать, да? Там интересный вопрос. Она летела частным бортом в Италию на эту свадьбу. И вот стоит проверить вот эту сплетню, можно ее проверить, эту сплетню интересным путем. Она была на той самой свадьбе, она была на том самом самолете, который вез ее частный борт в Италию на эту самую свадьбу. Она вела ту самую свадьбу, ребят. По документам, насколько мне передали, Ксении Собчак не была на том борту, хотя она тем самым частным бортом летела. И вот как раз здесь вот эта вот и состыковка, когда Ксения Собчак использовала свой паспорт, американский паспорт, не на ее имя. И она летала тем самым частным бортом. Просто приинтереснейшая сплетня этой серии, мне ничего не понятно, но очень интересно. Поэтому все, кто искренне переживал за Ксюшу Собчак, а что с ней будет, а вдруг ее, а вот когда ей дадут звание инагента, знаете, у меня прилетела пташка. Она сказала, когда Ксения Собчак получит звание инагента. Так я бы сегодня открою эту дату. Никогда в жизни при сегодняшней правящей власти, чтобы Собчак не выкинула, у нее есть зеленый свет, у нее есть та самая вечная индульгенция, пожизненная индульгенция, пока жив вот этот вот самый ВВП. Очень интересная ситуация. Мне так интересно вот это все. Вот буквально нахватался вот так вот по верхам. Здесь я не могу утверждать ничего, потому что ни фактов, ни доказательств, ни фотографий, ничего у меня этого нету. Мы говорим про паспорт, не про, прости господи, увлечение Богомолова, там это ирелевантно, это не так важно, это просто штрих к портрету замечательной семейной жизни Сюши Собчак. Здесь больше у меня про документы интересно, да? Ксения Собчак, не лыком шита, неимоверно умная баба, очень умная, с великолепной там интуицией, с великолепной... А вот то, что говорит, вот она сидит там, дает, берет интервью, у кого-то там, у нее там в ухо что-то ей шепчет. Она сама в состоянии закопать человека своими голыми руками, совсем не палкой делана. Но! Слишком много вопросиков, как в принципе каждому сейчас в российском, светском вот этом вот поле, потому что ребята, многие живут, да ничего не поменялось у них в жизни, ничего не поменялось. Вот от слова совершенно. Как они жили, так они и жили. Как миллионы зарабатывали, так и зарабатывали. И все у них всегда было очень-очень красиво. Короче, кто что знает по этой теме, пишите в директ моего инстаграма или телеграма, пообщаемся. Я думаю, интересно будет всем. Ребят, поставьте лайк, это вообще секунда вашего времени, ничего это вам не стоит, но это очень поможет папочке сплетников производить видео на этом канале каждого дня. Подписываться здесь каждый божий день без исключения. Суперинтересные, суперспорные сплетни. Пишет мне пташка Боня. Ребят, вы понимаете, я тот человек, я как питбуль, да? Я иду в темноте, я не в тусовке, я нигде ни с кем не пересекаюсь. Знаете, меня однажды позвали на очень серьезную свадьбу, я до свадьбы не доехал. Свадьба была супер серьезная. И меня, то есть там из серии прям, ну, какая серьезная свадьба была. Я до свадьбы не доехал, но мне дали вплоть до того, что регуляции, на какие темы я могу говорить с друзьями невесты жениха, а с какими нет, критично было. Не поднимать тему политики Украины, России, войны. Ни в коем случае. Ничего этого было нельзя делать, потому что это могло бы очень гостей не обидеть, не оскорбить, а вести их в неправильный мук. То есть я человек заранее, да? Когда слышат там Антон С, со мной не хотят, блин, ручку пожать мне, потому что я человек, который искренне интересуется всем вокруг себя. Для меня это мой, то, что я нашел в свой формат на ютубе, для меня это просто жизнь, да? Я делаю это, потому что в первую очередь мне это суперинтересно, иначе бы я не снимал каждый божий день на этом канале свежие сплетни новости. Короче, интересный момент. Почему я говорю про Боню? Как питбуль схватимся, и пока мы не докопаемся до истины, мы не опустим ситуацию. Антон Дорогой, здравствуйте. Одна птичка из Монако на хвосте принесла вам информацию о вашей любимой кирпе. Бонни, пожалуйста, на-на-на-на. Так, связной монахских птиц. Назовем это так. У Бонни, цитата, проблемы с видом на жительство в Монако. Хотя она сейчас заявляла, что ей дали визу Д, и у нее опять открыли вид на жизнь. Нет, нет, все не так. Значит, у Бонни проблемы с видом на жительство в Монако, потому что дочь уже выросла и не нуждается в ежедневной опеке матери. И для того, чтобы быть резидентом в Монако, нужно иметь минимум полмиллиона евро на счету. Это чистая правда. Ты вы вносите сумму, раньше это было чуть меньше, сейчас это примерно полмиллиона 750 тысяч, чтобы вы получили резидентуру княжества Монако. В Монакском банке нужно иметь этот счет и оплачивать аренду квартиры. Квартира в Монако начинается, может, с 3,5-4 тысяч евро в месяц. Раз в пять дороже, чем в соседней Франции, все правда. А обеспечивать дочку Бонни придется теперь самой. Откуда и постоянные пластические улучшайзинги, и вечный пояс спонсоров и миллиардеров. А вот здесь интересно. Дело в том, что отец ее бывшего сожителя, отца дочери Бонни, недавно отдал Богу душу. Ах, вон, значит, старший Смерфи отдал Богу душу. А вот здесь интересно начинается, да? Если раньше папаша, у отца у Алекса нет денег, он жил на деньги отца. Дело в том, что отец ее бывшего сожителя, отца дочери Бонни, недавно отдал Богу душу. И почти совсем ничего не оставил ни Алексу, ни старшим детям. Весь капитал достался его последней мексиканской жене, которая успела родить ему ребенка. А дядька был серьезно, миллионер, миллиардер, да? Алексу никогда родители не разрешали жениться на Бонни, считая невоспитанной деревенщиной, не говоря уже об устойчивых слухах об эскорте. Так что проблема у Виктории теперь не только с документами на жительство, но и с деньгами. Вот здесь немножко становятся все вот эти вот пазлики. Они всегда, каждый пазл становится на свое место. Это вопрос времени, когда ситуация, вот дымок непонятности рассеивается, и перед нами четкая ситуация, что на самом деле происходит. Вот почему вылезла русская дочь, вот почему русской дочери, монахской дочери, да? Как нравится жить в Москве, вот почему для нее Москва это дом второй родной. Девочка, которая всю жизнь сознательно свою прожила на Лазурном берегу, и вот сейчас русская дочь очень хочет жить в Москве. Нет у нее вида на жительство, не получит она вид на жительство, тем более Монако. Про Монако здесь даже мы не заикаемся, это все полная ересь. И мы здесь говорим про людей, которые вплоть до того, что документы Боннины видели. И если вот так будет понятнее, да, вот это из этой всей истории. У Бони огромные проблемы. И вы знаете, ребят, вот тот самый момент. Помните, была такая басня Крылова про стрекозу и муравья? Все лето она пропела, а когда пришла зима, у нее начались реальные проблемы. У Бони сейчас зима и проблемы, она их не сможет решить. По крайней мере, в Монако она не получит никакую резидентуру, потому что на эту старую кобылу фальшивого хайпа ни один нормальный, адекватный мужик не будет рассматривать это в качестве долгоиграющей перспективы. Это все будет всегда рассматриваться, как если там и будет миллиардер, но это будет на ночь, и не больше. Потому что завтра же все сольется в соцсети, дальше все это будет... Вот такая вот история, да? Как интересно. Ох, обожаю. Ох, прям не оторваться, дорогие мои. Ситуация прям захватывающая. А вы знаете, у Максима Галкина, у его брата, сейчас пришли обыски. Серьезные обыски прошли. На Рублевке там у него, да? Значит, из-за двойного гражданства. Все думали, по какой причине? Потому что брат инагент, потому что еще что-то там, да? Нет. Бизнесмен Дмитрий Галкин не сообщил в миграционную службу о наличии у него израильского паспорта. Нагрянули они в дом к нему, к 59-летнему предпринимателю на Рублевке из-за сокрытого второго израильского гражданства. Статья 330.2 УК РФ. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства. До 2017 года Дмитрий Галкин занимал пост гендиректора ООО «Военно-промышленная компания». В реестре юрлиц сейчас бизнесмен числится соучрителем ООО «Оружейные мастерские», который является подрядчиком серьезных компаний. По данным, вот какие у нас есть, обыски у Галкина не связаны с военными ведомствами. Что-то и нашли к чему, как говорится, привязаться из-за его этого самого израильского паспорта. Интересная жизнь живем, интересные исторические моменты происходят прямо на наших глазках, потому что не копни, вот куда не копни, дорогие мои, везде какой-то трэш в той или иной степени, да, который невозможно пройти мимо него мимо. Не оглянувшись, потому что все это выглядит как какая-то вселенская катастрофа, которая в мозгах не укладывается. Господи, конкурс это же, или не конкурс это как называется, Рара Мьюзик Уорс, да. Вот смотрите, да, это у нас Олег Майами и Хабибко. Почему так написано Хабибко, я не знаю его. Этот, который Хабибко, это ягод в малинке, что ли? И вот они стоят, и там открытым текстом, значит, они разделись, там напрягают свои прессики. И Майами говорит, спрашивает у журналистов, они получаются ли фотки слишком гейские. Майами в 100% получилась очень гейская фотосессия, она реально такая, ну прям из серии, а потом они пошли, когда никто не видел, да. Ну вот такие, два таких этих стоят. Вы знаете, помню, когда Майами изо всех сил унижался, помните, в бассейне, это было, кто не знает, вот та самая моя вторая или третья сплетня на этом канале. Я тогда, Стаси, сидел в Монако на фоне кустов и снимал сплетни. Можете представить, как папочка сплетник вообще начинал, это было почти 6 лет назад, дорогие мои. И вот тогда, вот по этой ссылке можете пройти посмотреть. Одно из первых видео, тогда мы говорили про то, как Олега Майами унижали, он стоял в каком-то бассейне, что-то весь мокрое, просил прощения у Макса Фадеева. И после этого вся его карьера пошла на нет. Все пошло на огромный такой глобальный стоп, что бы вы думали, да. Тыкался он, и Сайза спал, и туда он лез, и везде он был, да. Симпатичный парень. Вот знаете, мы как-то, когда я с ним разговаривал, на фоне скандала Сайза, он мне лично звонил. Давай, если что, давай сделаем мне совместный эфир, я раскрою все карты, я отвечу на все вопросы. Такая дерганая речь, я не знаю, Олег под чем-то был, но такой, знаете, как упоротый. В смысле, под влиянием какой-то запрещенки. Вот такой был разговор, я такой, что происходит, алло. Вот такая вот история была. И то есть он такой, он идет на контакт, но по факту Фадеев тогда ему перекрыл все дороги. Насколько я понимаю, у него все пошло на стоп. Как же, как бы сильно он не старался, как бы сильно он и не себя не пиарил. У него были закрыты все двери. Ну что бы вы думали, дорогие мои, сейчас на безрыбье и рак рыба. Сейчас он с этим болгариным с нашлепкой на голове, конечно, мы будем против корова, записали песню, которая называется «Стирай». У меня вопрос, зачем такие песни? Знаете, у меня такой вопрос. Сейчас же, кто же такая была? А, дочь Жасмин записала песню. Мы подружки, нюшки. Там трэш. Такое, знаете, трэш. Это же не вопрос. Ребят, ну вот, во-первых, если у вас есть бабки, реальный день, ну есть у вас день. Почему нельзя найти нормального диджея, нормального певца, нормального поэта, нормального композитора, нормального видеографа? Это стоит, ну, 15, 20, 25 косарей, чтобы прям реально сделать, вылезать какую-то песенку демо, да, демочек. Я предполагаю. Кто в бизнесе, скажите, прав, я это по ценам. Почему такой шарпатрэп пишут, почему то, что настолько проходящее, что одна песня похожа на другую? Вот это из этой истории. Олег Майами сейчас записал с Филиппом Киркоровым совместный трэш. То есть, понимаете, в контексте Киркоровского, он звезда. Какое бы ни было ужасное отношение к Киркорову, он реально, у него есть вот этот вот статус звездности. И Олежка Майами, и он опустился до уровня Олега... Олег, я без шуток. Был бы ты сейчас со мной в одной комнате, я бы тебя в углу зажал и не отпускал бы час. Я тебе говорю, как оно есть. Но согласись, что в контексте Киркорова ты вообще, ну, чушь собачья. Вот тот самый момент, дорогие мои, когда все адекватные, вменяемые, талантливые уехали, их разогнали. Инагенты, еще какая-то ерунда, дискредитация, фейки. Остались такие, Олежка, который уже, наверное, забыл и мечтать о возможности проявить себя в шоу-бизе. А вот сейчас появилась возможность, сейчас Маша Распутина полезла. Олежка Майами, ну, ребят, Хабибка. Цирк. Все очень интересно получилось в сплетнике новости. Не забывайте, посмотрите мои сегодняшние гадания, вчерашний влог посмотрите. Везде у меня интересы, везде регулярно. Пап сплетников пашет как волк. Чтобы вам было что посмотреть, подо что расслабиться. Я вас обожаю, сплетники и сплетницы. Спасибо всем, кто ставит лайк. Спасибо всем, кто кидает донаты. Я не прошу донатов, но за донаты я всегда благодарен. Не могу быть неблагодарным. Но если вы кидаете донат через суперспасибо-спасибо. А если вы кидаете через бусте, взамен вы всегда получаете видео поздравления. Специально для вас записанное. Субтитры днем рождения с годовщины. Просто привет от Антона Эс. Наш форум благодарен за ваши щедрые донаты. Но больше всего я прошу, ребят, не кидайте, не кидайте, пожалуйста, донаты. А взамен, если вы живете в свободном мире в Америке, Европе или Азии. Азия и Ютуб проигрывают во время моего ролика рекламу. Пожалуйста, не пропустите пару-тройку реклам. В прямом понимании слова 40-30 секунд вашего времени. А это очень поможет папочке-сплетнику произвести видео на этом канале каждый божий день. Спасибо, что поддержите приюты для бездомных животных. Наш святая Ниссия на этом канале. Мы сплетники шикарные люди, для которых приоритет. Здоровье и благополучие братьев наших меньших. Не проходите мимо голодных собак и кошек. Оставайтесь с людьми. И низкий поклон каждому, кто это делает. Вы умнички мои. Спасибо, что доказывает всему миру каждый божий день, что мы сплетниками не только сплетничать, но и любить. Вот все сплетни, вот все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Лично я благодарю всем спонсорам канала. Всех обожаю. Увидимся беззайта завтра. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»